И снова всем привет друзья и подписчики моего канала! Я очень сильно рад приветствовать каждого из вас в моем новом, топом, замечательном, пушенном видосике! И сразу перед видео обязательно каждый кто смотрит этот видеоролик поставь лайк пожалуйста, напиши комментарий состоящий из 5 слов пожалуйста! И тот кто смотрит этот видеоролик без подписки, подпишись на мой канал и включи колокольчик пожалуйста! Именно если вы включите колокольчик, вы не будете пропускать мои видеоролики и будете смотреть их самыми первыми, и будете учиться самыми первыми и смотреть топовый контент самыми первыми! Ну а пожелаю всем удачейшего просмотра, ну а видеоролик получился максимально добрым, ну а мы начинаем! Ну вот братья мы перешли уже к нашей части видеоролика, я хочу сказать от кого вы сегодня услышите советы, во первых это от геймерикса, во вторых это от шаха, околога, нусы, от никса, то есть это очень топовые ютуберы и снсники, которые вам порекомендуют очень топовые фишечки, чтобы пройти в черноту, смотри видео до конца и ты все узнаешь, но мы точно начинаем! Ну и первый совет мы затронем от игрока Чабор с черноты, пойдем, то есть от маленького к большему, надеюсь правильно ник братан твой прочитал, что он пишет? Нужно играть без байтов, играть очень закрыто и настроить идеальную оттяжку, так как у игроков черноты очень хорошо настроены оттяжки, поэтому советую настроить оттяжку и играть закрыто! В принципе я с его советом очень сильно согласен, главное настроить свою оттяжку и быть уверенным в ней всегда и посмотреть свое позиционирование каждый день по оттяжке и уже точно быть уверен в свою оттяжку, как ты ее настраиваешь и привыкнуть именно к ней и чувствовать свое оттягивание оттяжечки! Ну а мы погнали ко второму совету от топового человека! Ну а мы потихоньку помаленьку переходим ко второму совету и второй совет от игрока Чернота Томас! Он пишет, что во-первых нужно уметь играть хорошо с НС, второе надо чтобы телефон был хороший, третье не надо волноваться, это очень мешает показать тебе твой скилл, четвертое надо играть типа спокойно и аккуратно все делать и четвертое если вполне можешь закинуть снюс, ну это конечно по кайфу кому кому как, но снюс тут как бы не помешает, ну нет я все равно против этой всякой хуй, можно я смутерюсь? Это нельзя делать, да по-братски, ну в принципе первые четыре совета я с ним согласен, во-первых нужно иметь хороший телефон, если у вас нету то накопите, своруйте, ну не своруйте тоже не надо, а то я сейчас наговорю пойдете воровать, не братья, самое главное быть честным в душе и всех хорошо, любите общаться со всеми спокойно, ну а мы послушали совет от Чернота Томас, переходим к третьему совету Третий совет, уже более известный человек, это человек такой как Чернота Лайк, он говорит нужно много тренироваться, посмотреть против кого ты будешь играть и анализировать его игру пока ты до самого автоматизма не дойдешь И после можно играть и главное закрыто, с лайком я максимально, вот максимально очень соглашусь про то, что нужно анализировать каждую игру игрока Черноты, кто проверяет именно в СНС играх У Азама, у Аколга и у других ютуберов, самое главное это анализировать игру и подстраиваться под них, они играют не только на отяжку, они играют дополнительно умом и главное анализировать игру соперников Ну а мы переходим уже к четвертому совету и это четвертый совет от очень хорошего знаменитого игрока Чернота Нусы и сейчас мы послушаем его совет по голосовому сообщению Так, короче, всем салам алейкум, ну, короче, всем салам алейкум Блее Короче, всем салам алейкум, совет от меня, если хотите пройти в гильзу какую-то хорошую, вы должны, не надо играться короче, зажимать туда-сюда Нужно прям во всю шилу тренироваться Ну, с Нусой, в принципе, я согласен То есть, никогда на СНС О проверках на стримах, тем более Ну, во-первых, нельзя волноваться Во-вторых, нельзя играться, если ты хочешь Прямо поступить в черноту Играться тут, это надо, насколько быть таким Отважным характером, чтобы начать Играться на проверке, это очень Скиловые и самоуверенные в себе Люди, и главное Не зажимать, а показывать свою Истинную игру красивую Потому что мы сами по себе очень хорошие Игроки все, и можем научиться играть Все, но мы погнали к пятому Совету Пятый совет, уже Более такого скилового игрока с ПК Ну, он, в принципе, играет и с телефоном Проходил он проверку с телефона, это чернота Ник, что он говорит, короче Расклад таков, сам я пытался попасть Почти год в гильзию, на то время я играл С телефона, и дал две головы и два Тела, меня взяли, правила никто не Менял, по нынешний момент можно и два Тела, на мой вам совет Бейте по голове, самая частая ошибка Всех проходящих, что они очень Сильно волнуются, тот же Нур На стримах не умеет играть из-за волнения Просто верьте в себя и заднюю Ни в коем случае не давайте, даже если у тебя В один день не летит Отяжка, не надо менять сенсу И мучить себя, занижать себя Как-то, просто играйте до талого Победа не важна, главное отыграть красиво Это очень золотые слова Именно этого человека, самые золотые слова За который момент я Сейчас спросил у игроков черноты Самые золотые слова, и я думаю, что Вы его должны все прислушаться и начать себя контролировать И настроить себя на проверку в черноту Но мы погнали к шестому совету Шестой совет, это Чернота Gamer X Совет такой, поставьте себе Цель на вступление и тренируйся С сильными игроками Как начнешь играть с ними наравне, можешь проходить проверку Также золотые слова Когда ты тренируешься сильными Ты становишься более скиловый Играя с умными соперниками И ты станешь намного сильнее Это самое главное в играх Люди боятся играть против сильных соперников Боясь проиграть Но не надо этого бояться Это игра И тут каждый так играет И каждый с этого начинал Именно это Вас тренирует Ну а мы погнали к седьмому совету Вот мы перешли к совету От чернота шаха И что он пишет Во-первых, надо тренироваться жесткими игроками Во-вторых, надо стараться Не волноваться И на самом бою Не думать, что он проходит проверку Надо играть, как играешь по фану Я тут не понял Второе предложение Но я вам обосную То есть он хотел сказать Что когда ты проходишь проверку Не надо думать, что ты проходишь проверку Надо играть всегда по фану И показывать свою игру красивую Которую ты играешь вне стрима И со своими друзьями То есть никогда не нужно волноваться И настроить себя Именно на хорошую игру Также он сказал Тренироваться с жесткими соперниками Что и сказал GamerX То есть у них совпадают Свои какие-то Своимосвязи Советы То есть самое главное Это играть с жесткими соперниками И когда ты будешь играть На уровне с ними То обязательно Уже иди в черноту И проходи проверку Вот мы перешли к совету От чернота Акога Заключительный совет И что он пишет Здорово Настройай тяжку Отходи Байте их И от стенки играй Тогда мне кажется Пройдешь Как раз наши бомбят От такого стиля игры Но конечно не надо заставлять Бомбить Потому что если ты пройдешь У тебя будут Плохие отношения С игроками черноты И ты сам захочешь выйти Ну в принципе Акога Конечно же тут Немного прав А немного нет То есть байтить И отходить Мне кажется Тут Каждый должен И также На проверку В черноте Сами люди Черноты Проверяющие Некоторые байтят Но я думаю Видосик подошел к концу Я думаю Что он хоть чем-то помог Видосик информативный Я очень сильно постарался Писал А этим ютуберам И СНСникам Хорошим Ждал пока они ответят То есть я очень сильно постарался Правда Я думаю Вы оцените лайком Подпиской на канал И обязательно Пишите комментарии Ну я пожелаю Всем удачной жизни Берегите своих родных И близких Хорошо учитесь Не заболейте коронавирусом Всем удачи И всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok